Первая декада марта – время повышения цен на цветы во всех регионах России. Стоимость букета из тысячи и одной розы может доходить до 90 тысяч рублей. О ценовой категории, разнообразии выбора цветочных и даже съедобных композиций расскажет наш корреспондент. Розы, хризантемы и тюльпаны. Эти цветы дамы ежегодно ставят в вазу 8 марта. Но что делать, если не хочется быть банальным? Подарить нестандартный букет. Сейчас флористы работают с разнообразными цветами. В ход идут даже недавно взросшие ананасы или цветки зеленого лука. Здесь можно встретить кустовые хризантемы, французские розы, гортензии или ранункулюсы. Последний, к слову, тот же лютик, но более изящный. Замысловатые названия, необычные цвета и формы. По вашему запросу флорист соберет уникальный букет. Мне кажется, сейчас такое время, когда уже все обычное нам наскучило. Вот мы недавно с вами проговорили про хризантемы, тюльпаны и розы. И поэтому сейчас, допустим, даже если тюльпаны, то это пеновидные тюльпаны. Мы, как правило, готовим хорошую и красивую витрину для того, чтобы наш молодой человек, мужчина, пришел и взял что-то готовое. Потому что мне кажется, это классно, когда ты видишь точно, что ты получаешь и забираешь это. Ценовая категория повышается еще 14 февраля. К 8 марта стоимость экзотических букетов может доходить до 8 тысяч рублей. Для тех, кто хочет радовать даму цветами больше, чем неделю или две, есть альтернативный вариант – букеты в горшках. Четыре тюльпана. Вот смотрите. Вот такие вот берем. И вот так вот, видите, корневая система вся на месте. И мы собираем горшочки композиции в корзинку или большой горшок. И все корневая, видите, она живая. В теплице можно выбрать готовую композицию или попросить собрать определенные цветы вместе. Особенность букета в том, что после нескольких недель бутоны и стебли можно подрезать, а корневую систему пересадить. Таким образом, к следующему празднику при должном уходе букет снова будет готов. Цена варьируется от полутора тысяч до трех. Все зависит от объема корзины или горшка. Для тех, кто любит более практичные подарки, есть множество вариаций. К примеру, мыльные букеты, которые не уступают красотой живым цветам. Создание таких подарков – кропотливый труд, на который уходит много времени. Из-за этого некоторые мастера даже отказываются от своего хобби. Еще один вариант презента – съедобный букет. Видов много – композиции из клубники, шоколада и даже зефира. Такой букет подойдет и тем, кто любит сладкое, и тем, кто не ест сахар. Ингредиенты можно сменить в зависимости от запроса. Цена здесь идет от 500 рублей до 3000. Это полностью натуральное, потому что никаких химикатов, ничего такого не добавляется, консервантов. Сам по себе, на самом деле, зефир может храниться до месяца, в зависимости от того, как его хранить. Букет из живых цветов или съедобных, который подарен с любовью, будет приносить радость. Главное перед покупкой узнать, нет ли аллергии у получателя. Анна Гуляева, Александр Черник, Вести Югория, Ханты-Мансиск.